Добрейшего всем утра! Продолжаем нашу историю по санузлу. Сейчас к Оливис-инсталляции мы поставим Оливис-клавишу, как я уже говорил, и нужно будет сам навешать горшок, ну, унитаз. В общем, начнем с него. Почему я клавишу и не ставил, что боялся, что дети надавят где-нибудь и до свидания тут все зальет. Даже без кафеля, без отделки кафеля, уже комната будет полноценная, не то, что было, помните. Давайте вот так вам покажу то, что было. Вот, видите. А теперь вот так. А, по унитазу-то. Надо же вам про него тоже что-то рассказать. Забрали его сейчас с магазина. Иди сюда, помогать будешь. Вытаскивай унитаз. Ладно, держи, я вытащу. Смотри, дизайн у нас будет black, black style. Та же идея, которая у нас была на втором этаже, это унитаз с доводчиком. То есть отпускаешь, а она аккуратненько сама опускается. Но это на самом деле, наверное, уже не секрет, сейчас у всех такая штука. Но мне очень понравилось. То есть ничего не хлопнет, нигде не щелкнет. Плавненько сама опускается. Стиль я выбрал черный. Не знаю, хорошо ли нет. Давайте покажу сразу, да? Единственная презентация в таком углу не совсем хорошая. Мя-а-а-ач! О, какой он прям классный. Никогда не думал, что буду радоваться унитазу. Смотри, вот такой вот он выглядит. Тут только ты закрываешь, он плавно опускается. Но когда мы смонтируем вот эти системы. Унитаз серии порту. Унитаз также оливис. Оливис серии... Нет, надо же, наверное, вот так камеру перевернуть. Всё равно спрашивать будете. Поэтому сразу говорю. Ну это монтажные, крепёжные. Держи. Все конструкции. И, собственно, сам унитаз. Мы сейчас его сразу несем в санузел. Вот такой вот black style. О, он весит прям нормально, хорошо. Прям по-взрослому. Вы знаете, друзья? На второй этаж я взял себе горшок не совсем хороший. Женя знает, но не буду совсем до юмора доводить. Короче, проблема. Есть, оказывается, женские горшки. Хотя об этом никто не знает, но я теперь знаю. У женских горшков, у них вот эта штука не такая глубокая. Вот на втором этаже у нас как раз вот здесь начинается уже прям плавно. И вот там поглубже. Тут происходит небольшой у мужиков... Блин, я хотел завуалировать это слово. Ну, короче, в данном случае я очень сильно заморачивался, чтобы было вот так. Вы понимаете, да, трогать его сейчас не зазорно. Но он на самом деле-то как бы у нас новенький. Только что из коробки. Стиль будет супер. Мы ещё тёмную плитку потом мрамру сделаем. Вообще будет красота. Подключение. Всё элементарно. Если я сейчас тут примерял, сделал шаблончик такой. Это дополнительная история. Пока у нас нет керамогранита, он будет как бы его повторять. Берём заводскую такую конструкцию. Одеваем на неё резинку. По поводу дополнительного силикона не вижу необходимости, потому что всё сделано очень грамотно. Это есть. Зацепили. Теперь она вот так вот вставляется в унитаз. Вставили. Далее. Эту конструкцию я обрезал до 6,5 см, повторив эффект кафеля. Она вставляется у нас вот сюда. Дальше в комплекте вот такие вот штуки шли. Сейчас вам покажу всё, что было. Вот оно. Тут тоже всё просто. Это ставится с той стороны внутрь, а вот это затягивается снаружи. В комплекте идёт ключик, которым очень удобно это закручивать. Короче, всё продумано грамотно. Заметьте, сверху вставил ключ, чтобы сцентровать крепление. В дальнейшем у нас там затянется вот такой вот конус. А здесь войдёт эксцентрик. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Все. И осталось установить клавишу, хоть попробовать, как он смывает. Работает. Иди сюда. Проверяй. Прикольно. Всё там уже? Всё можно и пользовать? Да. Нажимай. Слушай, а у него с лифтов интересно, то есть не из одного места, а вот из периметра. Ну вообще необычно, конечно, чёрные. Ну прикольно. Теперь нам надо будет здесь сантехнику менять на чёрную. Она же белая. Ничего, пусть белая. Нормально? Конечно. Тем более, видишь, унитаз это одно, а раковина на ней будет на чёрном следе. От воды. Есть ощущение, что больше места стало. Итак, друзья, вот небольшое сегодня получилось видео. На самом деле, очень много других вопросов второстепенных. У мамы переезд. Гараж. Короче, просто зашиваемся. Поэтому, зато без рекламы. Пока сейчас временно вернул мойку в таком положении. Ну пусть будет. Работает идеально. Просто класс. Носки, трусы, футболки. Проглатывает на ура. Никакой пневмоконструкции здесь даже и не надо. В общем, просто 160 труба пролетает. Если скидываем со второго этажа, так там вообще просто на ура. По унитазу. Что могу сказать? Ну, смонтировали. Единственный момент. Зрители написали. И, наверное, справедливо написали. Что не нужно было мне здесь сделать американку. Нужно было делать все на века. Не нужен был кран. Его нужно было демонтировать. Просто потому, что за этой кнопкой на самом деле есть перекрытие этого самого подачи воды. Вот то, что я поставил американца. Плюс то, что оставил кран. Это слабые участки. Сказали, что доступ к крану не обязателен. Если вдруг что-то потечет или что-то сломается через этот лючок, все равно ничего не решишь. То есть, в любом случае, надо будет разбирать весь короб. Наверное, это справедливо. Честно скажу, зашиваемся. Дел нереально много. Впереди у меня гараж. И гараж в этом году будем строить. Прямо все силы бросим. Поэтому подписывайтесь на канал, кто не подписан. Лайки. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через несколько дней. Все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok